Всем привет! Недавно я приобрел нунчаки, сделанные из дерева. Где и когда появились нунчаки, кто их создал и для чего они предназначены. Все это будет рассказано в этом видео. Подпишись и поставь лайк, чтобы поддержать канал. Нунчаки появились далеко не в Японии. Происхождение нунчаки происходит из Китая. Традиционное объяснение гласит, что первоначально они использовались китайскими фермерами в качестве цепа для обмолота риса. Другое оружие, называемое табактоек, родом с севера Филиппин, сконструировано очень похоже, что наводит на мысль, что оно и нунчаки произошли от одного и того же инструмента. Информация на сайтах, очень разница на некоторых говорят следующие. Считается, что нунчаки появились в 17 веке на острове Окинава. В то время японские оккупанты, захватившие остров, запретили местным жителям вооружаться. Имя создавшего нунчаки неизвестно. Нунчаки, это первоначальное название этого оружия, уже позже в народе прижилось слово нунчаки. Думаю, все знают, что нунчаки являются холодным оружием, в некоторых странах они даже запрещены. Вот список стран, в которых нунчаки запрещены совсем или запрещены как оружие. Германия. В этой стране нунчаки запрещены с апреля 2006 года, когда они были объявлены оружием для удушения. Чехия. В этой стране нунчаки были запрещены ГА-2 года, раньше в 2004 году их запретили использовать в боевых искусствах после нескольких случаев непреднамеренной травмы, связанных с их применением. В России нунчаки запрещены как оружие, а как спортивные снаряды разрешены только нунчаки, должны быть зарегистрированы. Ну а теперь главный вопрос, можно ли нунчаками убить человека? Нунчаками, безусловно, можно убить человека, например, ударом захлестом по основанию черепа или удушением. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, не забывайте подписываться, пока.